здравствуйте дорогие читатели и телезрители сегодня у нас стол скромный поскольку поскольку дегустируем мы колу не кока-колу колу делаем это потому что популярные бренды пепси кока-кола с нашего рынка ушли ну или как бы ушли вот российские производители и не только российские но и белорусские предлагают замены аналоги и давайте с вами попробуем вслепую понять насколько хороши эти замены аналоги а возможно хороши ли они в сравнении с оригинальным напитком наши сегодняшние дегустаторы главный редактор газета мое ирина булгакова редактор портала мое онлайн алина морозова журналист нашего издания евгения гвозденко естественно все эти люди не предвзято вы же кока-колу не производите дома нет его и потребляем потребляете понятно замечательно поэтому соответственно вот просто интересно что вы скажете об этих напитках у нас целых 7 образцов я прошу вас как всегда традиционно оценить их по десятибалльной шкале ну и высказать свои мнения давайте же перейдем к первому образцу немедля мне кажется что у меня после наших дегустаций привычка появилась всегда нюхать прежде чем выпить или как вариант кстати да 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 но между прочим до аромат это очень важно кстати пахнет колой а по вкусу мне кажется не совсем то что я помню ну давай вот как раз жизнь тебя начнем то есть запах запах тот определенно тот уколы которую я помню да вы просили в кока сложно сказать есть есть толкали на какие впечатления мне кажется что запах действительно соответствующий но при этом вкус какой-то не насыщенный то есть не каких-то пузыриков может быть конечно стоило охладить я не знаю но тем не менее вот есть ощущение что этот напиток чем-то разбавили да какой-то водянистый вкус и он но плюс наверное скорее это плюс все таки что это не слишком сладко в принципе если нет какой-то большой тяги к сладкому то может быть когда-нибудь можно но скорее разбавлять какие-нибудь крепкие напитки отдельные выпить наверное не стал ну а вот скажи пожалуйста лин если бы ты знала что это вовсе не бренд это не кока-кола вовсе на твой взгляд смутила вы меня до нормальный напиток да внимание учет мы дегустируем не кока-колу и пепси колу дегустируем колу это понятно да и нет у меня купила бы конечно если мне понравилось я купила а так нет так этот купил бы или нет этот не я говорю только если разбавлять крепкие напитки но в принципе большой принципиальности не нужно понятно ну ирина ну я любитель колы и определенное время определенный период я этого прям довольно часто сейчас нет сейчас пью без сахара ну пусть и пепси да они кстати да делают сейчас производители тоже без сахара вполне себе адекватная замена вот но этот напиток конечно я бы не купила второй раз запах но ароматизатор до колы есть но вот больше похож там на пепси кстати чем на кока-колу если на нем написано сильно газированный то это неправда он очень слабо газированный и вкус у него очень блеклый то есть он ненасыщенный и на колу он похож очень отдаленно ну то есть это какой-то не знаю прям думаю что дешевый заменитель то вот как есть газировка завод фруктовых вод за 10 рублей что задержать что-то вот это просто плохая кола понятно ну что же давайте оценки по десятибалльной шкале а ой ну давайте 77 не знаю очень хочется строго но пусть будет 66 но я поставлю тройбан 3 ну что ж хорошо тогда переходим ко второму образцу пожалуйста пробуйте ну кстати выглядит посимпатичнее как будто пузырьков ты побольше на завтра запах слабее чем у предыдущего варианта это завтра нас еще ароматизатора меньше на вкус насыщение обратим они такого дениска ну давайте тогда по очереди так это гола послаще и покислее чем предыдущие кто-то явно больше вкуса насчет пузырьков по моему столько же запаха меньше пузырьков столько же а вкус а вкус как вкус вот ощущение после вкусе более сладкие более кислый очень-то такой то есть просто обычно как бы до сладко кисло это усилить нет больше не хочется не хочется то есть все равно не хочется алина увлеклась процессом я бы сказала что этот напиток мне больше захотелось допить предыдущие оставила хотя обычно лимонад никогда не оставляю в стакане здесь на мой взгляд больше пузырьков от этого пить приятнее слегка интереснее запах как правильно же не сказала менее насыщенной но на самом деле для меня запах от не самая принципиальная вещь потому что все-таки это же не диффузор какой-нибудь это надо пить ага а не нюхать вот в первую очередь а по вкусу за того что слаще мне нравится больше потому что я сладкое люблю и поэтому возможно когда-нибудь там после тренировки зайдя в магазин с большой жаждой да 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 я сладкий гедонист в общем я потому что возможно я бы купила еще разочек может быть два но опять же каким-то постоянным клиентом этого производителя я бы не стала понятно ирина я согласна с жене что здесь во первых присутствует кислинка такая весьма конкретная поэтому на вкус напиток посвежей как-то да то был вообще никакой у этого хоть есть какое-то лицо но на колу это все таки вообще кислинка коле же не свойственно то есть кола это яркий сладкий там где-то какой-то кофейный чуть-чуть вот этот вот вкус и опять и недостаток газации то есть когда пьешь колу это очень газированный напиток а газ придает какую-то остринку да играет это все во рту там а здесь это все газировано очень слабо это лучше чем первый вариант но я бы тоже не стала покупать второй раз потому что это коричневая газировка это коричневая сладкая сладко-кислая газировка коричневая сладко-кислая газировка никол ну вот 4 балла я поставлю потому что она получше чем предыдущий ряд 4 ну я балл прибавлю 88 арина но я бы тоже прибавила поставил бы 7 баллов если конечно первой газировки стоило поставить до поменьше можно можно добавить пока не поздно конечно путем будем делаем на камеру никого не обманываем тонну если как буду в сравнении с со второй первое кажется тебе достойно только пяти баллов да конечно меня это уже не ты помнишь как впервые кукол я помню что это было напиток с ярким запахом который прям бил из бутылки прям хотелось выпить это запах праздника а какой-то был примерно год но это были девяностые наверное папа из откуда из командировки привез бутылку фанты наверное это было пепси кола все-таки тем не менее мы неважно мы же колу дегустируем просто возможно она была еще производства не знаю какой-то зарубежных стран да там ну возможно да вот это вот еще этикетка была по-русски пепси по-русски панга тогда это разговаривали советскому она была адски вкусная она была адски вкусная ну что давайте тогда маленькую паузу расскажу вам кое-что интересное в двух словах совершенно да на самом деле да пепси колу ты в советском союзе производят очень давно с конца 70-х годов это производство открылась к олимпиаде вот но секреты этого напитка равно как и кока-колы производители не знали моя мама в свое время она вся конечно же она конечно же вся была в городе москве и союзных республиках вот моя мама все время работал директором пивзавода в баку они запускали эту линию вот она действительно продавалась в городе баку но весьма ограничено потому что увозилию для олимпиады готовили и конечно же москвичи ленинградцы эту колу пили она была в продаже в городе воронеж в городе вязьмии и в продаже не было ну только как бы да нужно было ее сильно доставать так вот производства кидашьте люди которые привозили секреты и рецептуры не знали все что делали делали в нашей стране во всех странах мира с этими напитками эти разбавляют экстракт водой добавляют туда естественно краситель сахар добавляют на месте причем что интересно некоторые исследования показали что для относительно но в относительно богатых странах где сахар недорог используется белый сахар там где сахар стоит дороже люди беднее используется кукурузный сироп какой-то глюкозный до более дешевый поэтому оказывается в каждой стране технологии изготовления колы двух известных брендов различаются вот и вполне возможно к чему я это говорю что определенные виды кока-колы произведенные к примеру в россии были совершенно не похожи на то что делают в германии скорее всего вкус отличался и не похоже на то что делают в сша я все еще тот детский запах детский закол и она вдруг как как раньше а вдруг а его сегодня встретишь же наберись терпение давайте перейдем к третьему образцу вдруг это он интересно я кстати никогда раньше не замечала что запах он ванильный я все время думала ну что просто это запах кола оказывается ванильная кола может быть это она у нее прям очень сильный запах ванильный а так да укола есть но тогда когда вы образец попробуйте им тоже еще кое-что интересное расскажу так ну послаще поярче за вкус чем предыдущих как-то не по нарастающим и тут даже цвет немножко отличается он более красно-коричневый чем у предыдущих как мне кажется а вот запах не тот ну его мало не так много на колу похоже тут запах колы но слабый но с другой стороны давайте тогда когда мы пьем напиток дюшес у нас есть некий талон который мы с детства с собой несем наверное да вот когда мы пьем напиток кола ну мы тоже не с неким эталоном сравниваем согласитесь мы же не пробовали с вами растения кола да и не попробуем точнее кола это орехи а кока это растение да мы не можем его попробовать поэтому соответственно мы сравниваем все с неким вот напитком который для нас эталон для же нет тот самый напиток из детства для алины это видимо тоже или кока или пепси скорее всего да да нет я буквально перед наши программы рассказывала ирине что в моем детстве были лимонады серии леда завод то есть это колокольчик дюшес такой же модернизированный докону еще там был один вкус все трусу а крем-сода и крем-сода да вот эти лимонады когда мама приносит у тебя счастье на весь день вот это клево крем-сода можно лимонад конечно какие были лимонады еще крем-сода это вот практически ванильная кола вот и если без цвет то есть там уже очень много ванили там много ванили но там есть и кардамон по-хорошему там должен присутствовать да там много всего интересного еще но и так ладно давайте вернемся к нашему образ служению в общем ничего так лучше чем два предыдущих лучше алина мой вкус прошу прощения не знаю у меня совсем контрастные впечатления относительно жени по-моему это худшие колы вообще из того что мы сегодня попробовали по крайней мере то вам рассказать что худшая в жизни но вот эту прям допивать вообще не хочет а почему потому что вообще сначала может быть я сошла с ума но мне кажется что горькая мне правда показалось сначала какой-то горький привкус потом я начала пробовать дальше я поняла что горечь ушла она не сильная над просто как нотка но осталось ничего ничего да не пузырьков не сладости никакой характерного вкуса и даже извините запаха по крайней мере я не чувствую и поэтому эту колу действительно если бы я купила себе 05 после треалочки выпить вообще хорошо было бы но я бы не стала допивать я бы отдала бы какому-нибудь врагу вот то есть вышла бы на улице ну да понятно ирина это вот как первый вариант я оценю вас только же в три балла потому что кстати алина заметила вот право право не и здесь ванильная нотка чувствуется сильнее чем в предыдущих вариантах прям есть она но запаха колы вот нет ели едва уловимый вкус кого это никакой газации опять же недостаточная для полы очень мало а вот алина говорит про горечь вот это вот горечь она просто появляется это когда в недорогих газировках вот есть она то ли вода такая не знаю но присутствует а в кока-коле вот в качественных газиров газированных напитках там нет послевкусие я могу предположить как человек который готовит горчит обычно дешевый ванилин может быть да вот дешевый ванилин он горчит порой ты когда ты выпечку много добавляешь и хоп миста волшебного эффекта получается что-то такое скорее всего этого не вот поэтому алина это больше почувствовала но три по три балла три балла ирина евгения 7 замечательно молодец же не не перейдешься алина это дело вкуса 2 у всех свои пристрастия я сейчас прошу наши замечательные линда для 2 который за кадром ирина ты бутылки не перепутала нет очень интересный греков интрига сохранить даже не сохраняется а развиваются 4 дорогие а я узнала я не буду говорить пусть будет интрига я узнал по запаху я вот никогда этот напиток не пил мне он напоминает запах доместаса моешь свои там да какие супер ультра пупер вот он как раз так вот пахнет чем-то таким концентрированным вот это надо это хорошо но здесь газация посильнее ну вот но мне недостаточно то есть я прям люблю если газированы чтобы тут какие-то давайте по очереди тогда же не начнем глиска трава мне кажется какие-то лекарственные травы один напоминает байкал согласитесь да да но это как бы не совсем байкал ну да а байкал замешанный колой да я чувствую тоже догадались так ну давайте же с вами наконец перейдем и так хотя и похож на колу причем после вкусе такое ощущение короче вязкой какое-то ощущение что-то во рту вяжет после этого напитка не понимаю это хорошо или плохо плохо зачем мне такое ощущение так ну то есть в общем жене это лучше чем предыдущий образец или так или вот я чуть не узнаю колу не этот хуже чем предыдущий образец так ирина вот мне кажется что да раз уж на человек что напоминает байкал напоминает байкал так у это вот такая смесь нотки колы есть и вот эти нотра травяны это с чего вдруг казалось но у байкала очень яркий вкус такой вот этот насыщенный травяной а здесь не за может резервуар не помыть какая-то такая история оказаться посильнее чем в предыдущих но опять же недостаточно и и вкус но он такой вот ничего но это все-таки нику никола да там не кока-кола и не пепси но это лучше мне понравилось больше чем вот предыдущие варианты чем все предыдущие варианты ну это вот 55 баллов то есть до понравилось больше но все-таки это я ром а ты покупал колу без примесей или я купил у вас и неси нет добавок здесь нет я покупал напитки которые заявлены то есть не вишня кола не клюква кола как производят иногда него нет ваниль кола нет просто кола ну а очевидно совершенно да что напиток специфические специфические в том плане что его состав уже никто не знает да поэтому все производители предпочли аккуратно этот состав тоже убрать спрятать за словосочетанием ароматизаторы вот я скажу кстати что входит в состав это будет давайте оставим на сладкое да из чего делать кока-колу и пепси вот и все это убрано было в составе под вывеску ароматизаторы поэтому на самом деле кто что там употреблась возможно кто-то добавил вишневого ароматизатор до чтобы создать некую вот игру вкуса да кто-то возможно на байкал байкал вообще формально точнее байкал должен производиться на настойки коры дуба и хиноцея вот это сочетание дает тот самый травяной вкус вполне может быть что либо настойкой хиноцея либо ароматизатор хиноцея использовался в продукте с названием кола потому что это не запрещено такая вот фирменная кола алина я вот жду все когда же ты расскажешь что-то в этом напитке узнала нет я узнала производителя ну говоришь говоришь назвать говори но черноголовка это очевидно потому что мне кажется что черноголовки все напитки они из таким немного отдают байкалом все правильно и для меня это по крайней мере в данном случае плюс то есть если какой-нибудь дюше избрать травяным привкусом это странно это кому зачем нужно а вот кола которая и по цвету и мне кажется по вкусу немножко близка по крайней мере для меня к байкалу это хорошо это вкусно первое что я захотелся допить то есть ты любишь напитки этой компании ну как я не могу сказать что рекламное лицо там черноголовки но как позитивно вот как же хорошо слепые дегустации алина это не она и это вкусно то есть это необычный напиток и конечно это не традиционная кола ни разу но тем не менее относительно всех предыдущих давайте ориентироваться на вкус неважно что это возможно это вообще классическая кока-кола который вы уже успели забыть просто за вкусами других колу да ну так давайте ваши оценки жене 55 алина 8 ирина 5 5 замечательно следующий образец ну вот мне кажется вот это до места санта припахи вот это воняет возможно возможно это просто с левого берега кого думаешь да где-то в районе лосс роман купил ну ладно ну честно прям реально запаху тогда начнем с ирину запах вот чистящего какого-то средства такого прям то есть скажем так ароматизатор рассчитан на то чтобы сдалека как бы плиту помыть можно но вот он смотрится очень странно в пищевом продукте а вкус но он такой вот следовой какие-то остатки вкусового какого-то там этого от колы есть но запах он вот прям мешает это пить потому что это выглядит странно понятную жене запах очень слабые да и он совсем не похож на этот напиток но по вкусу этого кола но по вкусу он напоминает потому что первый то есть нет вот или не напоминает а для тебя это кола по вкусу это кола но не по запаху да по запаху я может я не опознала что это кола по вкусу да это она и мне кажется этот напиток чуть-чуть посветлее чем предыдущие вряд ли будет оригинальное мнение просто она чем-то похож на ирины потому что запах конечно отвратительные пробовать честно не хотелось это и я думаю что если бы это было в каком-нибудь не законе бочки в которой класс обычно держит и на улице разливают я могла бы понюхать покупать бы точно не стала вот и не советовала бы никому потому что ну а зачем по большому счету все эти истории про то что люди моют ванны и санузлы и так далее кока-колы это ну просто колы это же все просто ради видео по большому счету так никто не делает тогда зачем она вообще то есть этот напиток он не должен существовать вот конкретно этого производителя мне очень обидно будет если будет черноголовка но по крайней мере остановлюсь тогда на байкале а мне показалось что после вот этого напитка да извини остался сладкое послевкусие а после предыдущих не было не было то здесь возможно сахара там заменить или ну алина скажи пожалуйста вот этот напиток не должен существовать почему потому что производитель этот взгляд мог бы все-таки как-то больше позаботиться о покупателях и придумать что-то более интересное нежели чем взять что-то смешать нет вопрос не в интересе а в том что отвратительный запах практически бесцветный скажем так вкус и опять же ну зачем нет газиков ничего нет зачем у него нет вот да то есть его даже крепкие напитки если разбавлять там уже не вкусно понятна ваши оценки алину давай ты первая а ноль можно ставить можно хочу ставить 0 же нет жениус почувствовал и жене ориентируйся на 666 ирина поставлю 2 запах прямо 2 этот горьковатая тут начало горько начало горько запах интенсивнее чем у предыдущего и приятнее и вкус тоже и пахнет он колой ну давайте вот мы с женей да запах интенсивнее приятнее пахнет колы и по вкусу тоже кола но точнее что-то близко к тому что ты считаешь классическое ну да да насыщенный очень приятно пахнет колы по вкусу кола алина сложно если честно как описать конкретно потому что не туда не сюда то есть это оценку могу сразу сказать это троечка на мой взгляд потому что здесь и немножко до места со и немножко горько и действительно немножко кого как же не сказала я соглашусь данном случае но есть ощущение что это близки к натуральному ну как к классическому варианту напиток вот и скажу так если бы я его купила я бы сильно не расстроилась но во второй раз покупать бы не стала секундочку мы уже готовы нет нет пожалуйста если нужно время я согласна с алиной кстати что да она тоже отдает вот этим вот до места сам каким-то вот есть нормально тот просто сильнее пах нормальный запах вот вот есть вот в нем луков я вот какая-то штука вкус насыщенный действительно горечь там есть но она такая то есть я бы не сказал что она прямо мешает там она невкусная но чуть горчит мне не понравилось что вот от этого напитка вот я чувствую на зубах прям какая-то не вяжет налетная налет ну как будто вот остался остался на зубах я такое не люблю и мне кажется что это избыток сахара вас сахара да мне кажется что не сахара везде ну вот чего-то не знаю что то вот такое есть да ну вот от кока-колы тоже настоящий так да да у меня тоже вот это ощущение когда от зубы скрипят от него он как бы да такие вот и тут тоже что-то вот такое есть но я поставила 4 потому что это все таки вот не пола опять и в газа маловато он почему-то сильно газированные напитки наши они не сильно гонителю не за чем жалко там этого за не были кислоты допустить не знаю алину оценку до 33 же 7 образец номер 7 пахнет вообще конечно не как пола до 1 до 1 запах какой-то прям вообще непонятный вот лекарство немножко сладкая вода сладкая но не кола вот прям вообще нет кола тупо сладкая коричневая вода кстати на средней газированности какой вообще то есть это вот ни о чем просто причем сильно разведенная ну да водянистая сладкая но это точно такого ароматизаторов не положили в этих глутаматов не постарай какого вообще то единица так сейчас секундочку жене не постарались нет нет а отзыв не постараюсь старались сильно развели воды я бы сказала что это слегка обидный напиток потому что я ждала что 7 вот он будет может он тот самый я обиделась сама на себя что черноголовка не угадала я думаю может это она и запах он как-то напоминал немножечко а вкус до никола непонятно что совсем я думаю что ирина который на закады правильно предупредила нас что там что-то непонятное выскочила пусть она там останется на ваши оценки оценки наверное жене мы же внутри жене 3 алина 22 ирина ну вот я единичка единичка хорошо давайте сразу подводим итоги кульминации значит последний напиток заявлен как кока-кола классик произведена унитарным предприятием кока-кола beverages белоруссия якобы по лицензии под контролем якобы по лицензии под контролем вы знаете я сам удивлен то есть они хотят сказать что это кола бачка не постарался нет вообще им не рассказали секрет вероятно не рассказали предпоследний напиток предпоследний напиток которому в общей сложности вы поставили 14 баллов это кола добрый которая как считается производится из того самого концентрата кока-колы который к нам продолжают привозить дело в том что торговая марка добрый принадлежала компании кока-колы hbc евразия сейчас только эта компания переименовалась в мултон партнерс для того чтобы немножко замести следы но кола добра все теперь это как бы знают что это в общем как бы кока-кола вероятно поэтому этот напиток вам кока-колу и напомнил вот напиток который вы назвали сладкой водичкой который сам набрал всего 8 баллов это напиток бела кола произведенный в беларуси нет я сейчас и до конца к началу та самая сладкая водичка это напиток произведенный в беларуси это бела кола вот перед ней напиток который алина приняла за черноголовку этот который вам все в принципе понравился 585 18 баллов это практически максимум наверное да вот эти 18 баллов получает кул кола производства компания очакова город москва перед ним был напиток который вы назвали николы который вам как-то не очень понравился всем причем не понравился да и вот как раз могу сказать ира что ты не узнала свою любимую черноголовку 327 ты поставил тройку свою любимую черноголовки да не не увидел не до не нашла в ней вкуса но ты знаешь кстати я полу никогда не покупаю в стеклянных бутылках я покупаю в пластиковых вот не знаю может быть разной может быть разную туда льют но тем не менее да вот вкус и аромата 12 баллов в вообще сложности да ничего экстраординарном в общем-то тоже нет зато перед ней было весьма себе недорогая кола произведенная компания диком классика в городе саратове называется он кола экшен или экшн кола скорее так будет правильно да и вот этой экшн коле вы поставили также 18 баллов как кул коле очакова вот это был тот самый второй образец который по сравнению там с другими до показался вам вполне себе неплохим и наконец первый образец которым вы поставили 15 баллов что тоже неплохо да то есть получается что два образца получили по 18 баллов это кул кола и экшн кола следом за ними идет образец получивший 15 баллов это тоже кока-кола классик только как заявлено производителем произведена она в казахстане в компании кока-кола алматы баттлерс но они разные на вкус вот а совершенно разная разница абсолютно что вот если это как бы должно быть одинаково правильно вот обратите внимание на самом деле попробовали три напитка произведена из концентрата кока-кола это первый образец 6 и 7 вот 7 еще перед вами и они побольше добавили и они действительно удивительным образом оказались разными но что меня радует товарищи первые места получив 18 баллов выставлены вами вот заняли напитки которые стоят но в целом наверное не очень дорого во первых да ну скажем так да кул кола стоит за литр ну 100 рублей достаточно дорого очаковская но вот кола экшн произведена в саратове стоит 49 рублей зачем платить больше зачем платить больше за то что за то что оказалось вполне себе неплохо с учетом того что мы не знаю из чего сделаны остальные напитки вот такой неожиданный вывод ну давайте немножко о кока-коле вот так все взгустнули что не узнали черноголовки нет дело в том что получается если это овнет до кола в привычной банке то там вы попробовали два напитка которые заявлены как кока-кола классик причем вы сказали что они похожи на колу то есть это не сладкая водичка это не подделка точнее как вы попробовали два напитка обманываю первый напиток был похож на колу вы сказали дал действительно был похож добрый женя обратила внимание на то что вот это клавица что-то очень похожее на колу вы сомневались но тем не менее да видимо этот напиток делают из того самого из того концентрата да а вот последний образец который произведен в беларуси может быть он конечно якобы произведем в беларуси возможно на самом деле подделка которая произведена в иране вот но зачем мы равно выдавать себя за беларусь я не знаю однако на самом деле вот последний образец на котором еще есть даже кстати марка специально вот этикетку него наклеена как надо в отличие от первого да он заявлен как кока-кола произведен официальным представителем компании до под брендом кока-колы не под брендом добрый до под брендом кока-колы но он оказался да вот невкусным вот такие выводы так что к сожалению да вероятно вы вот можно сделать один ориентируйтесь на вкус не ориентируйтесь на бренда вот это будет очень интересно но по поводу вкуса в двух словах буквально в двух словах 70 1979 году рецепт классической колы якобы был раскрыт вот в ней кажется сейчас на хуй не орехи коке не листья колы вот но тем не менее действительно напиток оказался достаточно натуральным это спиртовой настой различных пряностей и масел вот основа это корица гвоздика имбирь ваниль вот и как раз вот эти пряности в сочетании с очень концентрированным сахарным колером а еще там есть небольшое небольшая доля было красители которые делают из жучков вот специальных жучков мексиканских вот и калифорнийский канарских насколько я понимаю вот все это вместе и дать и дает якобы дает тот самый вкус который мы называем вкусом колы то есть по сути пряник по сути это пряник а я кстати давно давно это понимал потому что я работаю с пряностями на этот букет пряности это пряник я когда пику свою на самом деле смотрите вот я вот это вот ну я прекрасно понимаю что да здесь вот здесь пусть вы говорите что это сладкая водичка да но тем не менее даже здесь аромата сочетание корицы гвоздики имбиря ваниль а ну еще не нескольких видов масел там возможно гвоздики это гвоздик есть есть здесь все есть это но это еще с сахаром безусловно то есть а колер на самом деле я что же я его делаю для того чтобы свои пряники печи специально жгу сахар это очень интересно он выжигается до сизы дымки так чтобы сковороды реально повалил дым потом-то заливается кипятком так вот сахарный колер действительно придут вот этот карамельный вкус и вкуса в сочетании с пряностями если в этот колер добавить пряности то получится тот самый концентрированный вкус и запах колы так что такой вот вам секрет хорошо хорошо постараюсь спасибо вам большое за участие в дегустации до новых встреч до свидания